Да-да, друзья, Федорина горе, оказывается, называется эта сказка, насчёт чайника. Поздравляю вас и большое вам спасибо сердечное. Я ещё хочу сказать, да чего же женщины могут быть такие изобретательные? Потому что совершенно вчера, как говорится, удивительно, мне Симона писала, но она там подписана, там, птички. У меня, говорит, в какой-то момент я там прибирала, что-то делала, и в какой-то момент спину схватила. Спину, говорит, так схватила, не разогнуться вообще, говорит, такая боль жуткая. Я в этот момент, там у неё, говорит, ну, как она рассказывала, зёрнышки эти, гречищные, рассыпаны. И она, говорит, взяла, зёрнышко вспомнила, как я рассказывал, вот это вот. Пять пальчиков здесь, и пять пальчиков здесь продавить. Десять болей, чтобы снять боль в голове, или снять боль везде, или снять стресс. Узилки на память называются. И она по памяти вспомнила вот это. И видит гречневые зёрнышки. И в этот момент, когда она не могла разогнуться от боли в спине, я решил проверить. Я взял эти зёрнышки гречневые. То, что она рассказывала, я взял вот сейчас у себя, на столе положил, чтобы одно зёрнышко вам показать, что же она сделала. Вот у меня зёрнышко. Такое маленькое, такое крохотное. Вот оно, зёрнышко гречечное. Так вот, я держу. Она как сделала? Она, говорит, я вспомнила эти десять пальцев, узелки на память. И вместо продавливания взяла, говорит, это зёрнышко и так сжала его. Вот в таком положении, чтобы болело там бедро, спина, не могла разогнуться. И так сжала его. Вот я сейчас сжимаю, и мне больно. Потому что там, оказывается, в этом маленьком горчичном зёрнышке грани. Ну, как алмаз. Такие твёрдые. Я смотрю, больно. Это всё равно, как я рассказывал. Боль себе сделала. И как я рассказывал, когда мы так делаем, у нас энергия мозга распределяется уже не на одну доминанту. Боль, например, какая-то. Или в ноге, или в колене, или в пояснице, или страх. Да, уже распределяется на две, получается. На эту тоже. Вы представляете? Она, походу, забрела, взяла горчичное зерно, сжала его. И она говорит, я так стояла, стояла, полусогнутая, не могла разогнуться. И разогнулась. И говорит, думаю, надо же, какие вот эти вот упражнения у вас. И она мне это рассказывает, и она мне это рассказывает, и я счастлив. Конечно, она попадёт в нашу райскую группу, где идёт, сейчас там мы решаем организационные вопросы в сетях, там решаем. И через 5-6 дней уже будет объявление для развития изобретательского мышления, условиях неопределённости, чтобы мы выходили в любых условиях, когда не знаешь, что делать, из тревожных состояний, из панических состояний, из болевых состояний. И когда рисуем, и перед докладом, и когда пишем диссертацию, чтобы мы могли выходить на такое состояние ясного ума и вдохновения по заказу. Да, конечно, попадёт туда. Она попадёт без всяких собеседований. Потому что прислать мне такое сообщение, да, горжусь нашими участниками, наш холочек будущего, хомофутурус, и всем это полезный пример и опыт. Вот что такое, узёлки на память, один из наших приёмов, то, что я потом показывал, как можно ноготком сделать, она взялась, сделала горчичным зерном. Догадалась? Вот это вот важно. Это уже не шаблонное мышление. Это уже творческий подход. До встречи, друзья. Мы все творцы. Открывайте своё творческое начало. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...